Ну, скажем так, я, ну, как бы с того момента, как я уже начала играть, я поняла, что, о боже, кто-то это все придумывает, кто-то это все рисует, блин, я тоже так хочу. Но в раннем возрасте, да, до какого-то уже осознанного состояния, мне казалось, что все, у меня нет художественного образования, у меня нет уже возможностей, время упущено, все, я не смогу этим заниматься. То есть понимание того, что я, типа, хочу вырисовать для игр, у меня было сразу, как я начала в них играть. Но вот этой уверенности в том, что я действительно могу это сделать, ее, к сожалению, не было очень долго, и были там и сомнения, и переживания, и ощущение того, что время упущено. И, в общем-то, это все продолжалось до тех пор, вот пока я из института не выпустилась, и пока мне не пришло понимание, что вот все, теперь надо работать. Как бы, и тут есть вариант, да, либо работать на работе, которая, скорее всего, тебе не будет интересна, либо, наконец, попытаться что-то сделать. И вот с этого момента я начала заниматься своим образованием с точки зрения рисования, начала искать какие-то курсы, начала искать занятия, пошла на традиционное рисование, то есть там, наброски, акварель, композиции, такие классические дисциплины. Но все это было в формате именно каких-то курсов, потому что позволить себе еще одно высшее образование уже как бы не было возможностей. И, ну, как бы о каких-то крупных там прям серьезных проектах я особо не мечтала, но хотя бы, не знаю, просто рисовать для игр даже, может быть, каких-то более простых меня устраивало. И первыми моими такими целями, да, было получить достаточно навыков для того, чтобы, в принципе, устроиться на работу, связанную именно с рисованием, а не просто с работой в фотошопе дизайнера. Вот, поэтому я ходила на курсы, и мне этого хватило для того, чтобы устроиться в первую небольшую студию, которая, в общем-то, да, наверное, и была таким ключевым моментом, где мне прям доверили делать концепты, причем такие серьезные, то есть уже в семиреализме, даже не мультяшные, где очень были разнонаправленные задачи, там, и персонажи, и техника, и все это свалилось как бы на человека, у которого не особо было опыта в этом все, и это было одновременно так пугающе, но и очень круто, да, потому что, ну, вот в этот момент я поняла, что вот это прямо оно, я как бы на своем месте нахожусь, и я делаю то, что мне нравится, то, что я хочу, и именно вот не иллюстрация, не просто какие-то 2D изображения, а именно концепт-арт в том виде с дизайном, с продумыванием образов, как бы это то, что мне интересно. А первый вот CG я начала как раз, когда уже на работу устроилась и работала в том числе и с концептами, и, наверное, одним из первых были как раз занятия в Ване, то есть это был курс 3D для иллюстрации, вот, потому что на этой работе мне вообще посчастливилось тем, что там было не только 2D, но и 3D, ребята занимались, и у меня была возможность научиться там и основам какими-то моделирования, и скульпту, и как бы я уже могла, ну, пыталась как бы приспособить эти знания для 2D рисования, и пошла вот в основании на курсе, то есть, в принципе, мне образование очень большую лепту внес, за счет того, что он один из первых в русскоязычном сегменте начал давать какие-то образовательные материалы в свободном доступе, и делала разборы, и все лекции проводил, поэтому я говорю, респект ему, да, и я в том числе занималась много у него и на разных курсах была. Ну, это вообще очень внезапно было даже для меня, потому что я участвовала, это был второй мой трай, да, вторая попытка, я участвовала еще за год до этого, и то, что я заняла четвертое место, то есть, в принципе, это было уже, у меня был уже какой-то опыт участия, и, конечно, он мне помог, и я, на самом деле, параллельно с этим училась, было очень тяжело и мало времени, но, ну, для меня, наверное, всегда был вот этот интересный момент в состоянии какой-то цельной истории и ее иллюстрации, и, соответственно, вот этот вот Иван, да, с вот артистом ЭПГ, да, он как раз максимально комфортно подходит, то есть ты, по сути, иллюстрируешь свою историю, ты можешь придумать своих персонажей, ты можешь продумать дизайн, то есть, ну, как бы, это, мне кажется, есть контэссенция такая работы и концепт художника, когда ты видишь не просто какие-то отдельные эстетичные образы, а ты, как бы, в целом, да, представляешь всю картину и можешь, как бы, охватить, не знаю, всю историю целиком, продумать какие-то детали, заложить какие-то микросюжеты, и, что самое главное, ты сам себе начальник, да, то есть никто тебе не принесет правки, никто тебя не поругает, то есть ты, как бы, волен делать, что хочешь, и, как бы, можешь отрываться, фантазировать, а это очень круто. По поводу самодисциплины, мне кажется, здесь вот сработал именно момент того, что, ну, я, в принципе, считаю, что, ну, вот это дело моей жизни, да, по крайней мере, на данном этапе, и оно мне, как бы, всегда интересно, мне никогда не приходится там делать это через силу, по крайней мере, в рамках личного какого-то проекта, где ты сам себе начальник, и, ну, я просто не испытывала каких-то сложностей, на самом деле, то есть, ну, сел и ты сделал эту часть, ну, натуру доводить, во-первых, дела до конца, то есть, если ты ввязался, то, как бы, ты должен, как бы, пройти этот путь до финала, а, ну, во-вторых, просто сама тема была интересная и задорная. Опять же, я выбрала стилистику попроще, да, то есть, я не стала, там, делать реализм, хотя мне он, там, больше, наверное, импонирует. То есть, я взяла то, что можно делать быстро, делать, как бы, комфортно, весело, задорно, была больше, там, мультяшный стиль. Постаралась все, не знаю, единообразно оформить, заложить характеры своих персонажей, то есть, так, чтобы они, ну, можно было додумать какую-то их историю, какой-то их бэкграунд, чтобы это не были просто статичные картиночки. Вот, постаралась, как бы, все это цельно объединить в одну историю. Как же, там, ворвалась, там, и всех разнесла, да нет, там была прям супер-жесткая конкуренция и очень много прям клевых ребят, которые делали очень качественные вещи, очень здоровски интересные, и, ну, мне кажется, там, у жюри было из чего выбирать, за счет чего уже сыграло конечное решение. Это лучше спросить у судей, потому что, ну, я, прежде всего, думаю, что ты, как бы, сам должен свой проект любить и вкладываться для себя, а не ради победы, да, потому что это, как бы, твое детище, и ты делаешь его по максимуму просто, как бы, потому что иначе никак. Сыграло роль то, что мне, там, удалось показать неплохие результаты во время учебы, да, там, собрать хорошие презентации, в том числе по окружению, и получилось так, что как раз нужен был преподаватель по окружению, потому что, в принципе, рисование окружения, к сожалению, почему-то у нас тема такая малопопулярная, да, все в основном выбирают персонажей, а Энвира, она, как бы, тоже нужна, и нужна еще большее количество, зачастую, чем персонажи, но, в общем-то, у людей это меньше популярности пользуется, ну, естественно, и мне предложили повести занятия. Опять же, у меня был, как бы, опыт обучения, то есть я знала, что какие у людей проблемы, да, что дается легко, что тяжело, что вызывает сложности, и, как бы, я могла адаптировать программу с учетом, как бы, всех тех вещей, которые я видела, что вызывают проблемы, да, или тяжело даются. При этом, опять же, отмечу, да, что я всегда себя больше позиционировала как тоже художника по персонажам, и для меня само это был такой неожиданный экспириенс, да, рисование окружения. Тоже мега респект, на самом деле, Ване, потому что училась окружению я у Вани, и в скриме у нас окружение тоже вел Ваня Смирнов. Вот, поэтому я позанималась у него какое-то количество там, вот, и это мне позволило, как бы, свою программу составить, особенно с учетом, как бы, тех проблем, которые я видела во время своего обучения. Потому что новички, они не всегда могут понять, да, что им вот сейчас в конкретный момент нужно. Люди обычно хотят сразу получить красивую картинку, они сразу, как бы, ломятся куда-то в рендер, в работу с цветом, хотя зачастую хорошо, там, откатиться куда-то в начало и, там, покачать еще немножко основу. Опять же, да, ну, как бы, сказать человеку, как бы ты еще не готов, иди, там, порисуй кубы, тоже, наверное, неправильно, да, потому что человеку тоже нужно понять, там, хочет он этим заниматься, не хочет. Что хорошо было, то, что Ваня всегда очень, как бы, чутко относился к каким-то вопросам, да, то есть к нему хорошо вообще приходить, когда у тебя есть какой-то пак сложностей, да, с которыми ты уже столкнулся, то есть ты поработал, уже есть какие-то вещи, которые тебе непонятно, как делать, непонятно, как рисовать, и тогда лучше прийти конкретно, спросить, получить конкретный ответ. Опять же, когда ты приходишь совершенно любой, ну, возможно, ты просто не получишь часть профита, да, то есть ты, как бы, усвоишь материал, который там есть, но какие-то, там, более тонкие моменты ты пропустишь, Потому что просто еще о них не знаешь Не знаю, как это так Ну, я так понимаю, сейчас главным образом вопрос Про всякий новый софт, да, который появляется Про 3D, про VR, да, про использование рендера И вот материалов Не знаю, мне кажется, ну, как бы кардинально В ближайшее время не думаю, что что-то изменится Потому что всегда есть какие-то нишевые проекты Которые не могут себе позволить фотореализм, да Там всегда останется мультяшная графика Всегда останется проекты со стилизацией Которые самобытные И там все равно останется 2D рисование, да В его классическом виде То, что как бы 3D нужно знать Это, да, безусловно То есть сейчас как бы открещиваться от этого И говорить я не хочу, я не буду Это все не для меня Ну, наверное, неправильно Потому что 3D позволяет Очень сильно расширяет возможности И арсенал художественный Повышает, как бы, качество конечной картинки Ну, мне лично все равно кажется Что для того, чтобы всеми этими инструментами Эффективно пользоваться Хорошо иметь 2D базу, да Хорошо это представлять в голове Прежде чем пытаться это в 3D получить Потому что, не знаю, лично мой опыт Работать с 3D Потому что пока это все очень долго Пока очень сложно контролировать финальный результат Особенно если какие-нибудь есть уникальные объекты в сцене То есть тебе либо придется их моделировать На этом придется тратить время Либо тебе придется искать фотки Под фото баши То есть оно подразумевает Что ты должен фотореалистично уметь рисовать Какие-то уникальные объекты Которых ты не найдешь ресурсы для них Не найдешь для них модели Не найдешь для них фотографии То есть все равно это все подразумевает То, что навык классического рисования Он никуда не денется На тему VR И присылания VR И использование всяких панорамных сцен Ну, панорама это очень круто Особенно для окружения Это прям вообще Я думаю, что вот это должно войти в этот ход Потому что это позволяет видеть Ну, как бы если художник представляет Картинку в целом Даже на 2D изображении То когда ты приносишь заказчику Ему может быть непонятно Что там с другой стороны сцены происходит И, конечно, подача концептов в объеме С 360, она значительно более выигрышная Поэтому этот инструмент Вот людям, которые с VR работают Надо, конечно, тоже осваивать Но, блин, вот это засилье софта Оно немножко, с одной стороны, пугает Потому что всего много И непонятно, когда это все учить С другой стороны, быстрее диктует свои правила И, в общем-то, планка качества очень сильно повышается Мне кажется, вообще за... Не знаю, вот на моей памяти Все скакнуло просто настолько В качестве картинки Что и представить невозможно Страшно представить, что будет дальше Наверное, понимание формы Да, то есть мы часто Начинающие художники Они начинают рисовать по силуэту Вокруг по контуру Да, забывая о том, что внутри Есть какие-то объемы Все это как раз, наверное, проблема База, да Проблема основ рисования Вторая проблема, наверное, логически связанная То есть люди иногда очень странно смешивают Именно с дизайном точки зрения Очень странно смешивают образы То есть они забывают о том, что Ну, как бы, персонаж или герой Должен выглядеть, ну, как будто Он реально может существовать И начинают лепить на него просто Все возможные детали В кучу собирать Это тоже выглядит очень странно иногда И главное для себя В первую очередь понимать Про что мой дизайн Да, какая моя основная идея Потому что, ну, часто тоже Начинающие художники Ну, они особо не задумываются Да, им главное начать А потом как пойдет Да, то есть там Обычно люди начинают С питающих голов Каких-нибудь Или там просто Абстрактных человечков Важно, чтобы У вас всегда была задумка И чтобы эта задумка была Как бы понятна не только вам Но и зрителю Да, непосвященному какому человеку Поэтому важно контролировать За счет чего вы свою идею передаете За счет каких символов Третья Ну, наверное, саморганизация Да, мы очень любим все Отодвигать Отодвигать сроки Отодвигать время Еще люди очень часто думают Ну, как бы Я очень хочу Но сейчас я этого делать Конечно, не буду Но вот там Через неделю Или через месяц Или еще когда-нибудь Ну, мне кажется Это прям привычка К которой надо Идправляться сразу То есть если вы не можете Что-то сделать сейчас То это надо сделать Вот прям сейчас Не завтра Или послезавтра Не через неделю Прям сесть и начать Вот Ну, то есть Какие-то такие моменты База Идейность И самодисциплина Моделирование окружения В 3D Может быть Вещи с ловым дизайном Интересно стали После того Как я с окружением Стала, работала То есть Как собирается уровень Да Как сделать Топологию карты Интересной Как продумать Пропсы Так, чтобы было Как бы Игроку Интересно В этом месте Так, конечно Хочется очень Очень много всего Но времени Очень мало Не откладывать На завтра Начать делать Прямо сегодня Берете карандаш Начинаете рисовать Есть свободный час Начинаете рисовать Как бы Здесь Я прекрасно понимаю Эту ситуацию Я ровно Такой же была И я тоже училась И работала Как раз Одна из таких Сложностей Тем, что людям Приходится совмещать В основном Учебу И обучение И работу Обучение Вечернее В основном И Да, это тяжело Это требует Усилий воли Но Главный момент Во-первых Составить для себя Программу То есть Не Скипать Какие-то важные вещи Не пропускать этапы Не бросаться В какие-то сложности Если вы чувствуете Что вы Начинаете Сразу Дизайна персонажей Сложных Реалистичных Анатомичных У вас все едет Все плывет И получается плохо Это вас расстраивает Тогда лучше Откатиться В начало И Закрепить Какие-то основы Рисования Потом К этому вернуться Вообще Лучше Конечно Составить Программу Последовательную Что В каком порядке Будет учить Что в каком порядке Будет делать И Не так Чтобы это было Абстрактно Вот я хотел бы Пройти какие-то курсы А Чтобы это было Максимально Завязано На времени Когда я буду Проходить Сколько у меня Будет времени Для выполнения Домашних заданий Сколько мне потребуется Опять же Не надо ставить Какие-то сверхзадачи Что через неделю Я должен рисовать Как топ Представитель индустрии Ставьте какие-то Реальные цели Пускай это будут Маленькие шаги Но Их надо будет пройти И Главное не откладывать Всегда Как бы мы не были Загружены У нас Ну несколько часов В день Есть Для этого Может быть Меньше Смотреть Вконтакте Меньше В соцсетях Находиться Мы как бы Все знаем Свои грешки Как бы Все люди Похожи У всех есть Какие-то моменты Когда мы тратим Время Иррационально Когда мы Могли бы Могли бы Более Эффективно Вложить Потому что По сути Время Такой Ресурс Его надо С умом Расходовать Не откладывать И не искать Себе оправдания Либо вы реально Хотите этим заниматься И тогда вы найдете Время Либо Если У меня нет Времени У меня нет Возможности У меня нет сил Наверное Вас это не привлекает Настолько Наверное Какие-то другие Вещи Вам больше Интересны Есть Мотивация Внутренняя И если Внутренней Мотивации Нет То Мне кажется Надо просто Искать Другую Область Интереса Другую Область Вложения Своих сил Потому что Если ты Сам по себе Изнутри Не чувствуешь Желания Встать Поснуться И бежать Рисовать Или хотя бы Это не вызывает У тебя дикого Какого-то Подторжения То Наверное Просто Это не то Чем Нужно В принципе Саниматься Мотивация Есть Именно Самоорганизация То есть Мы можем Позволить Себе Больше Отдыхать Больше Лениться Лежать Играть Смотреть В окно Обычно Страхи Мешают Человеку Начать Что-то Делать Потому что Мне кажется Что не получится Или получится Плохо И Может быть Вот эта Проблема Не то Что Вам нужна Или не Нужна мотивация А то Что Вы боитесь Каких-то Ошибок Но Этого Не надо Бояться Потому что Через это Все проходят И их Невозможно Избежать Наверное Нужно Поанализировать Почему Вы откладываете Те или иные Решения Те или иные Действия И Понять Мотивация Или проблема Или нет Потому что Если вы хотите Рисовать То Надо Просто Развеять Свои Страхи И начать Делать Что-то Был Классный Классный С Григорием Любитько Где он Рассказывал Такие Составляющие Успеха Здесь Конечно Какой-то Рецепт Прям Конкретный Нельзя сказать Да Вот эти Курсы Вам Помогут Но Нужно Понимать Что Есть Лично Ваши Способности Ваш Энтузиазм Ваша Энергетика То Как Вы Все Ведете Как Вы Работаете Как Вы Рисуете И Люди Это Замечают Люди На Это Будут Обращать Внимание Если Вы Попадете На Какие-то Курсы В Какую-то Среду Где Достаточно Людей Которые Могут Предложить Вам Какую-то Работу Ваше Поведение Ваше Отношение Сыграет Вам На Руку И Можно Сказать Что В каком-то Смысле Чем Какие-то Более Крутые Курсы Вы Проходите Тем Больше Вероятность Что Будете Работать С теми Людьми С которыми Вы Учитесь Составляющая Удачи С течения Обстоятельств Когда Где-то Нужен Работник И В это Время Вы Где-то Проходите Курсы И Вас Там Заметили И Позвали Момент Удачи Лак Прохнул Скажу Насколько Я знаю Средняя Планка Художника Который Приходит Водей Художника Концепт Художника Средняя 60-70 На мой взгляд Опять же Смотря Какая Работа Смотря Сколько Ты Складываешь Сколько Ты Фарта Знаешь Минимальная Планка Для Текущих Каких Подстоятельств На мой взгляд Для Хорошего Художника Скилого Не такого Прям Про Но Уверенного Тысяч Чтобы Жить Как-то Выживать Дальше Конечно Зависит От Качества Обязательства Которые На работе Выполняют Если Он Курирует Еще Каких Сотрудников Дополнительная Нагрузка Если Он Обучает Сотрудников Дополнительная Нагрузка Там Нужно Отсмотреть Перечень Спектра Задач И его Ответственности На должность Дополнительная 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 Продолжение следует...